Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Чекланов. Компания Сбермеди подключила медицинский цифровой диагностический центр к информационной системе Карачаево-Черкесского онкологического диспансера имени Бутова. Разработка будет помогать врачам в ежедневной работе, позволит снизить нагрузку, а также увеличить эффективность и скорость постановки диагнозов. Медицинские специалисты онкодиспансера смогут на своих рабочих местах через привычный интерфейс использовать все продукты и решения, представленные на платформе, а их более 50, в том числе КТ легких, умный помощник врача ТОП-3, КТ-инсульт и многие другие. Таким образом, у врачей Карачаево-Черкесии теперь будет возможность использовать новейшие цифровые инструменты в своей ежедневной работе. Это особенно важно для врачей-онкологов, ведь подчас можно спасти жизни с своевременной диагностикой. Управление Федеральной почтовой связи по Карачаево-Черкесии прошло торжественное огашение маркировочного конверта приуроченного столетию видного государственного общественного деятеля, кандидата экономических наук, участника Великой Отечественной войны замахщери Карданова. Ахмад Халкечев продолжит. Процедура специального огашения почтового конверта является не рядовым, а довольно большим событием. Эту процедуру исключительно приурачивает по медным датам или же, как в данном случае, выдающимся личностям. Замехширий Касимович Карданов – человек, который сделал себя сам от начала до конца. Вся его жизнь была посвящена только служению Отечеству, говорили выступающие. Замехширий Касимович прошел Великую Отечественную с первых дней начала войны и до победного мая 1945 года. Множеством боевых наград отметила его родный путь Родина, в числе которых – Орден Боевой Красной Звезды, Медали за оборону Кавказа, за отвагу, за взятие Будапешта, за взятие Вены и за победу над Германией. Не все люди попадают на эти конверты, а только те, чье служение обществу двигает этот народ дальше. Поэтому, врачи, врачи, гордитесь своим сыном. Замехширий Карданов оставил значительный след не только в истории становления и развития родной Карачаевой Черкесии, но и всего Северного Кавказа. В послевоенные годы замехширий Касимович окончил высшую партийную школу, работал на различных ответственных должностях. А с 1951 по 1966 он возглавлял Карачаево-Черкесский облицполком. Ну а с 1966 по 1982 год работал в должности заместителя председателя Ставропольского краисполкома. Я горд тем, что именно вот такие выдающиеся личности, которые должны и наше будущее поколение, должно о них не забывать, чтобы это жило вечно. И в мирное время созидательный труд замехширий Карданова оценен высшими государственными наградами. Он является кавалером орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Знак Почета, Дружбы Народов и Великой Октябрьской Революции. Сегодняшнее мероприятие нас обязало ко многому. Мы очень благодарны всем, кто помог это сделать, все, кто принимал участие в этом действии сегодня. Также весьма значительны достижения замехширий Касимовича и на поприще ученого. Он является кандидатом экономических наук и автором свыше 50 научных изысканий. Гашини произвели специальным штемпелем с изображением самого замехширий Касимовича. Тиражи особых конвертов, приуроченных столетию нашего легендарного земляка, 100 тысяч. И в самое ближайшее время все они наверняка сядут в коллекциях филателлистов по всей стране, тем самым сохраняя память о неординарной личности века. Ахмат Халкевичев, Руберт Жекутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Как выглядит клетка репчатого лука под микроскопом? Как сделать зеркало и правильно собрать электрическую цепь на эти сотни? Как и почему теперь стало проще найти ответы ученикам средней школы Улахабес? Научные лаборатории на базе образовательного центра «Точка роста», оснащенные современными учебными технологиями, распахнули свои двери. Фатима Даурова среди тех, кто первым вошел в них. Символ открытия «Красная ленточка» ознаменовала события, которые так долго ждали в школе. С этого момента официально заработали профильные кабинеты естественно-научного и технологической направленностей. В церемонии приняли участие представители администрации района и отдела образования. Гостей сразу же пригласили на лабораторный практикум по физике, который можно было разделить с учащимися. Наглядное пособие, которое можно пощупать руками и использовать для обучения и создания различных проектов, сразу нашло своих ценителей. Вспомнить школьную программу захотели даже гости. Сейчас посмотрел, у детей как-то глаза горят, что-то пытаются делать, какая-то импровизация идет. Я думаю, нас директор школы пригласит как-нибудь на какой-то урок. Хотелось бы побыть с детьми, чтобы посмотреть, самому что-то вспомнить со школы, конечно. Теперь вот эти сложные физические формулы станут намного проще запоминаться и изучаться, благодаря наличию дидактического и практического материала. Кабинеты точки роста обеспечили детям полную возможность заниматься по своим интересам и учиться на отлично. Запах химических растворов и реактивов наполняет подсобку, где они хранятся под строгим контролем учителя и под замком. Их используют только в нужное время, вот как сейчас, когда юные любители секретов химии пытаются их разгадать с помощью своих знаний и наставлений учителя. Сделать это стало проще с обновлением лабораторной базы. Даже мы не устояли и провели свой эксперимент. Сейчас мы на примере можем увидеть, как скучные химические формулы со школьных тетрадок воплощаются в интереснейшие опыты. Волшебство химии. И оттого учебный процесс становится намного интереснее. Это подтверждают и сами ученики, и их преподаватели, которые уже поняли разницу между тем, что было и стало. Реакции на доске очень трудные. Для того, чтобы их понять, нужно прямо разбирать все это. А когда вот все это смешиваешь, все это добавляешь, прибавляешь, то оно все интереснее и увлекательнее. И благодаря, мне кажется, этому центру, всем оборудованием, которым нам привезли, благодаря вот, не знаю, детям, мне кажется, намного и легче будет, и интереснее будет изучать эти предметы. Предметы химии, физики и биологии. Эти малыши впервые в жизни посмотрели на внутренний мир растений через точную оптику микроскопа. Кто бы мог подумать, что обычный лук может быть так интересен под лупой. Особенно, когда весь этот процесс сопровождается познавательным рассказом учителя. Симбиоз профессионализма преподавателей и современного учебного оборудования – это тот трамплин, с которого можно вырасти до учебных высот. Очень красивые, умные дети, очень хороший лук, любознательный, одним словом, молодцы. Очень хочется ввести в то, что с появлением новых материалов для учебы, физико-биологии в том числе, будет очень интереснее. Спасибо преподавателям, всем, которые заинтересовали наших детей сегодня получить еще раз, увидеть еще раз дополнительную возможность в обретении дополнительного образования. И сделать это в реалии, сделать все возможное, чтобы наши знания приумножились в стократном размере. Дети очень довольны, им нравится, проводятся опыты, лабораторные работы. Все это они воспринимают с большим интересом и с большим желанием учиться. Точка роста станет центром общественной и научной жизни школы, где всегда будет шумно от смелых дискуссий и научных поисков. Фатима Даурова, Расул Бердия, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабецкий район. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 25 тысяч 4 человека. Из них 22 тысячи 330 выздоровели, 647 человек госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Субтитры предоставил DimaTorzok 5-10 метров в секунду. Температура ночью 10-12, днем 13-15 градусов тепла. Существует множество способов сделать предложение, но главное, что вы решились. Саша? 5-8-5 золотой. Тысячи причин услышать «Да». Скоро в школу классные столы по классным ценам. Весь сентябрь от мебели белорусской. Ждем вас. Продолжаем выпуск. В Черкесске состоялось совещание по вопросу взаимодействия МВД и частных охранных организаций. Заместитель начальника полиции Ануар Шаев заявил о важности эффективного взаимодействия полиции и сотрудников частных охранных организаций при проведении массовых мероприятий, в том числе на предстоящем и на прошедшем едином дне голосования. Министерство внутренних дел республики использует практику привлечения частных охранных организаций к охране общественного порядка при проведении крупных общественно-политических, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий. На совещании была отмечена необходимость проработки механизма для более плодотворного сотрудничества. Ануар Шаев в первую очередь обратил на это внимание заместителей начальников полиции, территориальных органов МВД на районных уровнях. Мы всегда рады, мы соберемся с друг другом. Невероятная премьера в Кисловодском цирке «Экзотик-шоу Оливрувер» – это цирковой проект шестого поколения династии Филатовых-Клыковых. О яркой программе расскажет Светлана Шаганова. В Кисловодском цирке одна программа сменяет другую. И снова и дети, и взрослые спешат в цирк на «Экзотик-шоу Оливрувер». С первых секунд захватывает дух. Акробаты словно молния врываются на манеж. И тут же взмывают вверх воздушные гимнасты. Грация, пластика, красота – и всё это в унисон с великолепной музыкой. Программа многожанровая. На манеже представлены все основные виды циркового искусства. Животные здесь словно спортсмены, представляющие сборную России на Олимпийских играх. Хоть Мишку и называют косолапым, но он доказал, что силён в спортивной гимнастике. Не уступают в мастерстве и артистизме обезьянки. Обезьяны-джигиты – отважные наездницы. Над манежем парят и экзотические птицы – яркие попугаи. Что уникально, то что в живой природе нету таких партнёрств между попугаями, обезьянами, обезьянами и понями. А здесь как бы они контактируют, они являются партнёрами и доверять должны друг другу. А вот и грациозный, невероятно величественный леопард. На первый взгляд – грозная кошка, но в руках дрессировщика он очень милый и забавный. В большой цирковой семье Филатовых и вот такие милашки – очень талантливые артистки. Вы видели, чтобы лошадь вот так дефилировала лёгкой джазовой походкой? В цирке «Али в Рувер» всё возможно. На манеже представлен и патриотический мини-спектакль в жанре джигитовки, где главные артисты – лошади, орловской и буденовской породы. И руководит всем этим действом миниатюрная наездница – руководитель конно-акробатического ансамбля «Русские казаки» Виолетта Александрова-Серж. В этих животных просто невозможно не влюбиться. Это как бы без вариантов даже человеку, который рядом не находясь, увидев это животное, всегда им восхищается. На высоком художественном уровне выполняются цирковые трюки. Талантливые артисты, лауреаты многих фестивалей. Зрители получили заряд положительных эмоций, повеселились от души в компании и клоунов. Их забавные репризы рассмешили всех. «Али в Рувер» с французского – импровизация. И программа построена так, где артисты могут мастерски и на высоком уровне дарить людям радость. На премьере полный зал детей. Многие приехали на шоу из отдаленных районов Ставропольского края. Российская цирковая компания представляет проект «Цирк детям села» и организует поездки на представления. Кисловодский цирк участвует и в благотворительных акциях. На шоу пригласили детей, отдыхающих в санаториях Кисловодска. Многие из них оказались в трудной жизненной ситуации. И поход в цирк – яркий для всех праздник. Зал полон аплодисментов, улыбок и восторга. Экзотик-шоу «Али в Рувер» ждет всех на свои представления до 17 октября. «Цирк детям села» Светлана Шаганова, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, из Кисловодска. Это «Все вести», а прямо сейчас продолжение сериала «Подражатель». Редактор субтитров А.Семкин